Это же не нормально. Знаете, сколько здесь ворон было? Море ворон. Вот таких. Вот неделю назад. Вот наши окна. Вот прям под мусоркой. Вот ее первый, вот второй. Это сразу нормально. Галина Михайловна живет в этой деревяшке с 83-го года. Говорит, бед не знала. И соседи хорошие, и управляющая компания со всеми своими обязанностями справляется. Но с августа все изменилось. Напротив сдали многоэтажный дом в эксплуатацию. Появилась новая мусорка. С одной стороны, это хорошо, говорит жительница. Но, как оказалось в итоге, никто эту уже образовавшуюся свалку не вывозит целых два месяца. Вывозили они только всего лишь один раз. И то это было где-то в конец августа, может, начало сентября. Один раз убрали, и все. И каждый день мусор они выносят. Каждый день. И дети бегают. Под нашими окнами. Мусорка под нашими окнами. В чем же проблема? Почему мусор не вывозят? А все из-за того, что жильцы нового дома 19А уже два месяца не могут заключить договор с управляющей компанией. Из-за этого мусор и не вывозят. Объявление, как мы видим, управляющая компания повесила. Телефон и указала. Из-за этой помойки страдают люди из соседнего дома. А чего здесь только нет. Коробки, сушилки, пакеты уже с гнившим мусором. И даже люстра. Женщины говорят, окна в квартире открыть невозможно. Запах идет в комнату. Мусорка каждый день все пополняется. Пополняется. Жильцы нового дома каждый день выносят мусор. Недалеко за 19А находится мусорка. Я думаю, не так уж сложно даже жильцам этого дома выносить мусор туда. Раз там каждый день вывозят мусор. Даже просто прохожие не могут пройти равнодушно мимо мусора. И с ужасом смотрят на образовавшуюся гору. Ненормально это. Тем более, если это летом будет, это очень плохо. Болезнь немного может образоваться от этого. Мы решили выяснить, когда же все-таки у нового дома появится управляющая компания и уберет бардак. Компания «Гарант», которая готова заключить договор с домом 19А, по телефону объяснила, что жители не спешат к ним. Поэтому мусор все еще лежит. Мы поехали к начальнику управления жилищно-коммунального хозяйства выяснить, что же делать в этой ситуации. Мы планируем, что с 1 ноября работы по проведению собрания уже будут закончены. С 1 ноября будет заключен договор управления. Для того, чтобы эту ситуацию разрешить, я сегодня сам лично вышел на руководителя управляющей компании «Гарант». Марат Эдуардович не с первого раза, скажем так, все-таки воспринял о том, что необходимо выполнить уборку на прилегающей территории, потому что уже завалено, понятно, не только баки, а там уже и рядом все. В 2 часа я проехал, все-таки мы договорились, в 2 часа он поставил туда людей и технику. Не успели мы приехать на студию, а жители уже отправили фотографии, где видно, что мусор благополучно увозят. Дождемся 1 ноября и проверим, как изменится ситуация с заключением договора между жильцами и управляющей компанией. Ольга Истомина, Александр Кашкин. Специально для новостей.